Добрый день, уважаемые коллеги! Я немножко остановлюсь, так как я представляю еще и Всероссийскую Федерацию плавания, остановлюсь на всеобучием, там есть небольшой рзац об этом. Вы знаете, много случаев несчастных на воде, вот на Иркутск, самый последний наводнение, и уже 23 человека погибло, там 10 человек без вести пропало. Это говорит о том, что люди не могут себя координировать на воде, конечно же, всеобучий нужен. Но я бы еще хотел сказать, что нам и всеобучий нужен по гимнастике, так как он дает возможность координировать ребенка, делать его подвижным и суставы, и гибким, оберегает их от травматизма. То, что касается, конечно, плавания, я предлагал разбить на четыре этапа. 2019 год – это Министерство образования, Министерство спорта совместно с РУГОВ и целив проработать программу обучения для малышей, для населения, но и в том числе для малышей 2-3 классов. В 2020 году по возможности, конечно, сделать пилотный проект в регионах. Это такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, они больше всего подготовлены, имеют базу спортивную. Ростовская область, Пензенская область, Татарстан, Хабаровский и Алтайский край – это те регионы, где эта программа в частном порядке уже работает. Поэтому хотелось бы там… И третий этап – это 2021-2023 год – внедрение всеобучия. И с 2024-2030 год – это, наверное, кроме внедрения, еще и строительство спортивных сооружений, которые бы позволили эту программу реализовать. На каждом этапе, на третьем этапе, до 550 тысяч учеников 2-х классов могло быть обучено плаванию. На четвертом этапе, по крайней мере, мы так рассчитываем, что если это будут обеспечены базы спортивные для обучения, программа будет работать, то в период до 30-го года ежегодно можно будет обучать до миллиона детей начальных классов. Еще хотел бы сказать по проекту то, что, Ирина Александровна, огромное спасибо Вы упоминали на госсовете 27 марта о такой должности, как тренер-преподаватель. Я хочу еще раз остановиться на этом. Действительно, это очень важно, потому что многие тренеры потеряли. Тренера потеряли в том, что они потеряли педагогический стаж, хотя мы все прекрасно с Вами знаем, что в Институт физической культуры, что в Федоинститут на кафедре физ. воспитания, там они изучают практически одни и те же предметы – физиология, педагогика. То есть, там может быть разница в программе, там в нескольких часах, а принцип один, ну, конечно, бы хотелось, чтобы у тренеров осталась аббревиатура «тренер-преподаватель». Ну и, конечно же, вот про переходы с участием других регионов. Я, Ирина Александровна, понимаю и поддерживаю в том плане, что действительно один регион может быть не в состоянии подготовить, ну, не то, что подготовить, а обеспечить подготовку спортсмена. А когда два-три региона помогают и совместными усилиями мы побеждаем. Это, знаете, отступление такое небольшое. Всегда своим работникам, как вам говорю, люблю переводить на детские мультфильмы. Я говорю, вот пять пальчиков мультфильм. Если они порознь, они ничего сделать не могут, у них силы нет. Но если они соберутся в кулак, это сила, которая может победить. Поэтому мы, конечно же, должны быть сильной и мощной державой России. Поэтому, конечно же, я за, за все вот, за проект протокола и поддерживаю. Ну, у меня вкратце все, чтобы не отнимать время. Спасибо. 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 Спасибо.